Побывав на фестивале Ярославской Свилистели, я впервые в жизни увидел настоящие гусли. Гусли были ручной работы, изготовил их Сергей Плотников. Я эти гусли сам потрогал, пощупал, поиграл на них. Они меня заблекли и решил попробовать изготовить сам подобный инструмент. Проштудировал в интернете, информации предостаточно. Вообще гусли очень древнейший инструмент. Ему, этому инструменту, гусли, более тысячи лет. Сколько им на самом деле возраст, никому неизвестно, просто нет таких описаний. Если, допустим, гормонь баян, они относительно молодые инструменты, там им где-то полтора века примерно, то гуслим, конечно же, намного больше. Так вот, ну, были такие моменты в нашей истории, когда гусли сжигались, например, во времена Романова. Тогда гусли просто изымались у населения, у народа. Значит, обозами привозились в Москву и там их сжигали. Мастеров гусли казнили, садили на кол и так далее. Ну, вот были такие моменты в нашей истории, в России. Так вот, ну, речь не об этом. Сегодня я хочу попытаться, с сегодняшнего дня, сделать точно такой же инструмент. Начну, проштудировав интернет, изучив теорию, как изготавливать, из чего изготавливать. Вот сегодня я начну. Подобрал доску еловую, толщина 50 миллиметров, острогал ее с двух сторон. Ну, почему-то желательно брать еловую доску. Ну, желательно, конечно, чтобы она была не свежая, старая, лет 50-100, чтобы этой доске было. Ну, такую доску взять негде. Только если разобрать какой-то старинный купеческий дом. Ну, старинный дом, которому там век с лишним. Там можно найти такую доску. Ну, не взять негде. Поэтому я взял обычную доску, этой доске лет, наверное, 5-7 отроду. И, значит, начну сейчас размечать. Начну с разметки. Ну, гусли буду делать под правую руку. Хотя можно то же самое делать и сделать под левую. Ну, вот, начну с того места, где будут крепиться струны. Со струнодержатели. Ну, примерно вот где-то в этом месте будет. Значит, первая струна пойдет по низу. То есть, здесь расположение струн немного другое, чем на гитаре. Или там на балалайке. Там высокие струны высокого звучания находятся внизу. Струны низкого звучания находятся вверху. Здесь все наоборот. То есть, низкие струны будут внизу. Струны высокого звучания будут в верхней части. Ну, например... Например... От этого струнодержателя начинаем чертить первую струну. Например, где-то... Ну, от низа берем вот сантиметра два. Но угад. Отчерчиваем местоположение первой струны. Линейка немного коротковатая. Ладно, отчерчиваем до конца. Так, ну... Во-первых, нужно определиться, сколько струн будет. Гусли бывают разные. Разного количества струн. Бывают до 15 и даже больше. Ну... Мне такие не нужны. Хоть бы научиться... С малым количеством. Ну... Я так планирую, так думаю. Изготовить на 8 струн. То есть, в пределах одной октавы. А в это до, рэ, ми, фа, соль, ля, си и до. Итого получается 8 струн. Значит, ну... Расстояние между струнами я беру примерно по 5 миллиметров. То есть, от первой струны отмеряю 5 миллиметров. Это пойдет вторая струна. Еще 5 миллиметров. Третья струна. Еще 5 миллиметров. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И восьмая. То есть, вот примерно как-то так. Где-то вот тут будет находиться колок первой струны. Так. Ну, какое взять расстояние? Расстояние. Значит, на гуслях играют... В отличие от гитары, опять же, или балалайки, значит, здесь звучат не все струны. Если на балалайке и на гитаре там звучат все струны, неважно, пережатые они, не пережатые... То есть, пережатые струны, они тоже звучат. Просто у них музыкант на грифе искусственно укорачивает длину струны. Длина струны укорачивается, но она все равно звучит. От этого изменяется высота звука. Значит, там, как я уже сказал, звучат все струны. На гусле, те струны, которые не используются, они просто глушатся пальцами. То есть, пальцем прикасаются... гусляр прикасается к струнам, и они не звучат, а звучат все остальные струны звучат. Значит, нужно, чтобы расстояние было таким, чтобы между струн свободно помещались пальцы. Ну, вот я смерил свой палец штангель циркулян. У меня примерно диаметр моего пальца 1,9 сантиметра. Значит, ну, поэтому я хочу сделать расстояние между струнами примерно 2 сантиметра. Ну, рука у меня будет где-то вот в этой зоне, в этой части. Значит, я примерно здесь хочу отмерить. Хочу отмерить. Каждые 2 сантиметра. То есть, вот если у меня здесь... Так, 2 сантиметра. Еще раз 2 сантиметра. Значит, первая струна, вторая, третья, четвертая... Оп, извиняюсь. Четвертая, пятая, шестая, вот седьмая и вот восьмая. Так, теперь беру линейку. И вторая струна здесь, вторая струна здесь. То есть, мы эти две линии соединяем между собой. Ну, чертить буду не до этой линии, а буду чертить до конца. То есть, продлеваю ее. То же самое делаем с третьей струной. Совмещаем вот эту точку, вот с этой. Это будет у нас третья струна. Точно так же чертим четвертую. Так, ну вот. Струны у меня примерно намечены. Так, вообще можно настроить под любую тональность, наверное. Ну, допустим, берем... Так, первая струна у нас нота до. Вторая ре, третья ми, фа, со, ля, си, до. Значит, первая и последняя ноты до. Но эта до... Она, как бы, должна быть на октаву выше, чем вот эта. Если у нас эта струна, длина струны составляет 60 сантиметров, значит, при одинаковой толщине струн, длина вот этой струны, вот этой до, должна быть 30 сантиметров. То есть, в два раза короче. То есть, если колок первой струны находится здесь, то колок последней струны должен вот где находиться. И так соединяем мы эти две точки линий. Получается так. Примерно вот на этих пересечениях должны находиться колки. Колки для натяжения струн. Значит, что? С разметкой мы определились. Получается так, что вся вот эта часть, все, что за пределами струн, оно как бы не нужно. Это можно вырезать, выпилить, удалить. Вообще, форма гусли может быть любой. Каждый мастер делает по-своему. Поэтому я хочу тоже определиться с размерами. Значит, что? Ну, делать буду произвольной формы, чтобы не было острых углов, как на балалайке, например. Буду делать как-то, наверное, как-то вот так. То есть, не забываем, что в этой части у меня находятся колки для натяжения. Поэтому примерно берем вот такую вот форму. ну, а здесь в конце можно вот в этой части можно сделать какую-то не там нарисовал. Я не художник, поэтому для некоторых вещей буду использовать вот такой шаблон. Так, ну как-то... Как-то, наверное, вот так. Итак, эскиз гусли готов. Сейчас мне нужно выбрать резонаторную камеру. Для этого мне нужно с обратной стороны разметить под внутреннюю полость и выбрать. для облегчения работы я буду пользоваться фрезером. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот миллиметр по миллиметру До конца нужно было сделать Субтитры создавал DimaTorzok Кроя пока не отпиливали Чтобы можно было крепить Шурупами например Если толщина доски 5 Вот у меня 3 Сейчас То есть сантиметр Тире полтора сантиметра Можно мне выбрать стамеску Работа кропотливая Самое главное Не навредить Лишнего Не проткнуть насквозь Чтоб передняя стенка была как можно тоньше Но чтоб не проткнуть насквозь Значит корпус Примерно готов Примерно готов Дизайна будет Ну а хочу Вначале сделать Прежде чем до конца Строгать Хочу сделать резонаторное отверстие Для того чтоб не застрогать лишнее Ну примерно где-то Где-то в центре Буду делать Отмечаю И просверливаю Строгать Пока еще толстый Наверное где-то сантиметр Чуть-чуть поменьше Ну и вот Примерно Такой дизайн Дудро Сейчас размечаю Размечал строго по клеточкам Так будет точнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующий этап моей работы это выпилить, вырезать заднюю крышку. Обвел. Сейчас лапзиком буду выпиливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот основная часть корпуса уже готова. Здесь толщина примерно на миллиметрах 4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше тоньшать уже опасно. Сейчас буду делать струнодержатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала придать ему блеск. Это обычная рождачка. Расстояние, как я уже говорил, взял примерно 5 миллиметров между струнами. Всего 8 струн. 5 на 8 будет где-то 4 сантиметра, ну, 4 с половиной надо взять. Ну, беру для надежности 5 сантиметров. О, вернее, загибаю и уже лишь. Вот, струнный держатель у меня уже готов. Сейчас нужно засверлить два отверстия. И хочу вклеить на эпоксидный клей. Моя работа временно застопорилась с отсутствием портов. Выписал по Алиэкспресс. Ждать придется, наверное, месяц или полтора. Поэтому пока занялся росписью. Обычным выжигателем я беру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не прошло ее полгода. От мне пришли колки. Выписывал их по Алиэкспресс. Так, ну вот, теперь мне нужно разметить место для колков. Для этого, ну, примерно, не знаю, хочу 8 струн сделать. Значит, нужно вот этот промежуток разделить на... Примерно на 8 одинаковых отрезков. Примерно прочерчиваю карандашом. Ну, если здесь будет где-то 2 сантиметра, примерно в этой зоне, ширина должна быть, то здесь уже, наверное, 2 с половиной, ну, или даже 3. И сделаю по 3 сантиметра. Так, у меня вот где-то 24 получается. Значит, где-то по 3 сантиметра как раз получается. 8 струн по 3 сантиметра. Итого 24 будет. И начинаю размечать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот как раз 8 струн. Вот, насверлил дырок. И сейчас ворачиваю колки. Приготовил струны вот такие из мотоциклетного тросика. Пока ворачиваю колки. Так, ну и осталось натянуть струны. Значит, что я беру вязальную иголку, делаю петельку на конце моей струны. Одно я уже натянул. И теперь вставляю струнодержатель. Затем сверхней части вставляю в колок, подтягиваю. Кончики, конечно же, вкусывать надо, чтобы они не мешались. Обматываю. Вставляю второй раз в эту же дырку. Примерно так. И лишнее откусываю. Лишнее откусываю. И теперь затягиваю. Ключа у меня пока нет. Со временем изготовлю, конечно. Но пока никогда не до него. Потом надо будет сделать удобный ключ. Ну а пока просто плоскорубцы. Так, две струны уже есть. Вроде звучат. Аналогичным способом делаю остальные струны. Кончики откусываю, чтобы не поцарапаться. И вставляю. Вначале настрою для начала струны. Ну, вернее, просто подтяну, чтобы струны вытянулись. Потом уже буду настраивать так, как нужно. Это уже будет другое видео. Настройка гусли. Гусли звучат. Звук хороший. Ну вот, в общем-то, работа завершена. Натянул струны. Гусли звучат. Единственное, пока не настроены. Сегодня я просто подтянул. Настраивать буду завтра, чтобы струны вытянулись. Ну и самое главное, нужно будет научиться на них играть. Потому что я никогда в жизни не играл на гуслях. Лишние кончики ненужные. Тоже нужно пооткусывать. Ну всё, теперь будем учиться осваивать гусли. Учиться играть. Звучиться играть.